Всем привет! С вами Video-Shopper.ru. За свою шестилетнюю историю iPod Nano успел побыть и кирпичиком, и печенюшкой. И это не считая классического варианта, который в своей последней версии получил встроенную камеру. Вот уже два года модель существует в виде сенсорного экрана и прищепки. Плеер или модный аксессуар. Сейчас проверим. В комплекте сам плеер, кабель для синхронизации и наушники. Конструктивно Nano состоит из квадратного основного блока с дисплеем и прищепки. Довольно тугой, так что волноваться, что она отстегнется, не приходится. Небольшой и легкий. Чуть больше 20 грамм анодированного алюминия. Как всегда, можно выбрать из множества цветов. В отличие от старших моделей Shuffle и Nano могут себе это позволить. Заодно стоит определиться с объемом 8 или 16 гигабайт. Диагональ дисплея чуть больше полутора дюймов. Разрешение 240 на 240 пикселей. Сенсорный, качественный, яркий. В общем-то и все. Удобство управления при таком размере вопрос сложный. Надо привыкнуть. Тогда никаких проблем. На верхнем торце кнопки регулировки громкости и клавиша включения. На нижнем фирменный разъем и гнездо наушников. Основная задача плеера – проигрывание музыки. Поэтому большая часть меню отдано под нее. Функции, которые в других моделях сосредоточены в отдельном пункте, здесь разделены. Видимо, для удобства использования. Из дополнительных функций – радио, которое работает при подключенных наушниках. Заметили кнопку паузы? Плеер умеет запоминать до 15 минут радиоэфира. Просмотр фотографий при таком размере дисплея – скорее фишка, чем что-то действительно нужное. Фитнес помогает больше ходить и вести здоровый образ жизни. Диктофон – что-то записать. Правда, встроенного микрофона нет. Придется использовать тот, что на гарнитуре. Никуда не делись и настройки. Отдельной функцией представлены часы, которые запускаются на весь экран. Производители аксессуаров вовсю предлагают носить нано на руке, выпуская всевозможные ремешки. Не отстает и сама Apple. В последнем обновлении плеера фактически не было новых функций, зато появилось больше десяти новых часиков. В режиме воспроизведения на экране отображается обложка альбом. Смотрится здорово, а вот что при этом не видно иконки батареи – досадный минус. Емкость встроенного аккумулятора остается тайной. Заявленное время работы – одни сутки. На деле этот показатель может быть скорректирован в меньшую сторону. Зависит от того, как часто используется сенсорный дисплей. Заряжается плеер при подключении к компьютеру. При желании можно приобрести зарядный блок под обычную розетку. Синхронизация только через iTunes. С этим можно только смириться. Качество звука хорошее. Для музыки на ходу его более чем достаточно. Ситуация с Nano довольно странная. Если нужен универсальный плеер с камерой, то стоит поискать модели предыдущих поколений. Благо они еще встречаются в продаже. А если модный аксессуар, который будет обращать на себя внимание, добро пожаловать в день сегодняшний. Кстати, он еще и музыку умеет играть. Если вы не определились с выбором, посмотрите другие наши видеообзоры плееров Apple. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok